Еще раз всем привет, меня зовут Денис, и я бэкэнд-инженер в Авито. Хочу сразу маленький спойлер сделать. Это на самом деле доклад не о технологиях и даже не столько о компьютер-сайенс, сколько, наверное, о том, как мы решали реальную продуктовую задачу. Ну и действительно одна из ключевых идей – это то, что алгоритмы важны и программирование. Это не всегда веб-программирование, это не всегда перекладывать JSON-чики из базы в базу. И иногда бывают весьма интересные задачки. Давайте буквально два слова о себе. Я в IT где-то уже 7 лет. Последние 3 года я работаю в Авито в Unity Core Services. Долгое время я был овнером одного из топ-10 бизнес-критикал сервисов, сервисов форм в Авито. Ну и последний год занимаюсь каталогами и каталогизацией. Собственно, на самом деле доклад будет касаться как раз этих двух доменов. Как он будет строиться? Ну, для начала я попробую быстренько погрузить вас в контекст, чтобы была лучше понятна проблематика. Потом расскажу, какие требования мы насобирали. Основная часть моего доклада будет эволюция нашего решения от состояния пруфа в концепт до продакшн-рейде. Ну и в конце попробую подвести какой-нибудь стоп. Давайте начнем с контекста. Что нужно знать об Авито в рамках моего доклада? В Авито существует такая штука, как инфомодель. Инфомодель – это система менеджмента метаданных объявления. Если сильно упростить и сказать в двух словах, это система, которая позволяет контролировать структуру объявления в разных категориях Авито. У нас их очень много. Ну и различные, настраивать бизнес-процессы, связанные с этой структурой. Что еще важно знать об инфомоделе? Это то, что, во-первых, именно в инфомоделе сейчас настраиваются различные формы подачи, редактирования объявлений, поиска объявлений на разных страницах Авито и на разных платформах. И второй факт – это то, что инфомодель в Авито версионируется. А это означает то, что на продакшене существует единомоментное объявление с разной версией инфомодели. А второй еще факт – это то, что любое изменение в инфомодель не попадает мгновенно на продакшен и требуется некий релизный цикл. Теперь, что же касается наших каталогов. Несколько лет назад Авито как бизнес захотел узнать как можно больше об объявлениях и в идеале уметь маппить объявления на реальные физические товары и услуги. Так начало развиваться направление каталогизации. И первые каталоги, они жили прямо внутри инфомоделя. И нас в целом все устраивало. Пока каталогов было мало, изменения в них были большой редкостью и целым событием. Но с течением времени каталоги развивались и в определенный момент мы поняли, что бизнес-процессы по редактированию структуры объявления, мета-данных наших и наполнению каталогов контентом, ну фактически добавление новых модификаций, они слишком сильно меняются и слишком сильно уже различаются. И физически этим занимаются совершенно разные люди. Ну в общем, спустя несколько итераций холеваров было принято решение разделить это на два честных разных домена. Всех предпосылок я рассказывать не буду, важно знать несколько главных болей одного домена. Самая, наверное, главная продуктовая боль – это очень высокий тайм-то-маркет для любых изменений каталогов. Наверное, чтобы добавить просто новую модификацию, когда вот эта история только начиналась, уходила часы и дни, прежде чем она прорастала на продакшен. Вторая проблема была чисто техническая. На самом деле это неэффективная утилизация памяти из-за версионирования модели. Ну и вытекающая из этой продуктовая боль – это низкий показатель капасти каталогов. В определенный момент мы посчитали, что, наверное, с трудом переварим даже условно 3-5-кратное увеличение объемов данных, а у продуктовых команд были планы на довольно большое развитие. Давайте я попробую визуализировать. Как я и говорил, в Авито существует сервис-форм. Но, видимо, чтобы запутать врага, исторически так сложилось то, что он назван сервис-валидейшн. Любой сервис в Авито, который так или иначе хочет узнать что-то о структуре объявления, на самом деле ходит в этот сервис, потому что он, в Авито наш, умеет разложить сырое объявление на формочку инфомодели. В формочке можно сказать, что это некая вьюшка поверх модели объявления. При этом сам наш сервис-форм не взаимодействует напрямую с инфомоделью. Все данные о структуре, которые ему нужны, он сохраняет к себе в Unmemory Cache, который прогревается на основе так называемых спецификаций из файлового хранилища ЦФ. Давайте зайдем немножко с другой стороны. Что нужно было сделать, чтобы добавить новую модификацию на продакшн? Нужно было зайти в инфомодель, сделать новую версию инфомодели, внести нужные изменения и отправить в релиз. На события релиза запускались довольно длительные автотесты. В случае их успешного прохождения события подхватывал наш технический сервис SpecBuilder, который, собственно, и строил эти спецификации. Что вообще такое спецификации? Ну, можно сказать, что это на самом деле просто файловый кэш инфомодели, чтобы не загружать базу данных, мы собираем кучу маленьких и не очень JSON-чиков и складываем их в ЦФ. Ну и при этом в этих JSON-чиках на самом деле могут быть данные не только из инфомодели, но и из каких-то внешних источников. В общем, когда мы приступили к эту задачу, мы нарисовали такую для себя целевую схему. Мы хотим оставить работу с метаданными, со структурой объявления, все так же на той старой схеме, то есть это релиза инфомодели, SpecBuilder and Memory Cache. А вот за каталожными данными мы хотим в рентайме синхронно входить в какой-то сервис, ну, предположим, пусть это будет сервис каталогов, который уже на тот момент существовал. Сам же сервис должен как-то инкапсулировать себе работу с данными, ну, фактически данные — это просто список модификаций, можно сказать, и при этом при необходимости мог к себе затягивать какие-то данные из внешних источников. Ну и последнее, что же вообще такое каталоги, я уже много раз сказал это слово. Фактически каталог — это некий набор модификаций, а сами модификации — это комбинация из набора ParamValue. Но при этом сами каталоги, сущность динамическая, она меняется из админки, могут создаваться новые каталоги и редактировать существующие. Поэтому персистентно исторически сложилось, что мы храним их вот как-то так, как изображено на слайде. То есть у нас есть паст-граве баз данных, там есть табличка с JSON-колонкой дата, где, собственно, хранится просто комбинация ParamValue. Ну и на самом деле существуют еще те же самые данные, разложенные в материализованную вьюху в формат EAV. В общем, как-то так. На этом я, наверное, закончу с контекстом, чтобы сильно не углубляться, и давайте перейдем к сбору требований. Как я и говорил, мы хотим в рантайме синхронно ходить за списком наших модификаций, а значит, нам нужна некая опирючка, там, RPC-процедура, не так важно, которая будет возвращать нам эти данные. Но какие данные нам нужны? Давайте начнем с функциональных требований. Проанализировав наш сервис-форм, мы поняли то, что фактически нам нужно выполнить две задачи. Первая задача – это отвалидировать входящий набор, входящую комбинацию ParamValue. Ну, если говорить простыми словами, например, нам нужно убедиться то, что в каталоге есть модификация I или модификация I, у которой в качестве бренда указан Apple, в качестве модели iPhone XS, в качестве цвета зеленый. Кстати, по-моему, зеленого iPhone XS не существует, но не так важно. Это достаточно тривиальная задача. Можно взять абсолютно, наверное, любую storage, сделать довольно простой запрос. Например, взять тот же EAV, который у нас уже есть, и получить достаточно быстрый ответ. Тут, кажется, никаких проблем не должно возникать. Более интересное дело обстоит со второй задачей нашей ручки. Мы должны уметь вернуть список всех возможных значений для каждого из параметров. При этом посмотрите, например, auto. Наши параметры не являются независимыми друг от друга. Если говорить по-человечески, то для бренда мы хотим получить список всех уникальных брендов, которые встречаются в наших модификациях, потому что это некий ретовый параметр. А вот для модельки мы уже хотим получить те данные из тех модификаций, которые были отфильтрованы по бренду. Для цвета, соответственно, по бренду и модели. Грубо говоря, наш объект собирается рекурсивно, и область значений каждого из параметров сужается в зависимости от значения предыдущего параметра. Рекурсивно звучит уже, наверное, так себе, но на самом деле это не самая большая боль. Самая большая боль – это то, что мы на самом деле не знаем заранее последовательность рекурсии. Почему мы ее не знаем? Ну, потому что это настраивается на формах инфомоделя, о которых каталоги ничего не знают. Грубо говоря, на форме подачи на десктопе мы можем указать такую последовательность. А на форме редактирования на iOS вполне вероятно могут захотеть почему-то сделать цвет перед моделью, и тогда уже модель нужно будет фильтровать по цвету. Это реально существующая наша проблема. Там могут быть различные АБ-тесты, разные версии инфомодели. В общем, сложно и непонятно заранее. Каталоги об этом ничего не знают. На самом деле есть еще и вторая причина – это то, что мы хотим научиться создавать недетерминированную последовательность вводов полей. Ну, просто потому что если на подаче пользователь знает, какой товар он придает, то вот, например, на поиске уже с этим чуть сложнее, потому что для каждого пользователя есть свой набор важных фильтров, и, например, пользователь может сперва захотеть отфильтровать по диагонали, а лишь потом там по памяти, потом накликать нужные ему бренды. В общем, мы не знаем заранее, как будут заполняться поля со стороны пользователей. На самом деле, если присмотреться, можно легко понять, зачем основное назначение этих опций. По большому счету это, собственно говоря, селектики на формочке опций для этих селектов. И тут может возникнуть несколько вопросов. Ну, а зачем нам вообще объект в таком формате? Почему мы не можем загружать для опций только для того селекта, с которым сейчас идет работа у пользователя? В целом, это хороший вопрос, который мы сами себе задавали, но ответ пришел достаточно быстро. На самом деле, это первое нефункциональное наше требование. Сервис форм пророс очень глубоко во всю инфраструктуру Авито, и нам критично важно не сломать обратную совместимость. А исторически сложилось то, что наш сервис форм возвращает примерно в таком формате данные на клиента. В общем, мы даже на самом деле глубоко не разбирались, почему это так. Ну, просто потому что на этой итерации не изменится никак формат API. Вторая еще была идея, связанная с тем, что окей, мы сохраним формат API, но при этом будем собирать его как-то на нашем сервисе форм и сделаем чистые рючки. Мы пришли к тому, что мы хотим попробовать условно стики сессии, но на самом деле не смогли найти affinity-фактора, который одновременно обеспечивал нам примерно равномерное распределение трафика на поды нашего сервиса форм и при этом эффективно утилизировал ресурсы. Ну, в общем, в итоге мы пришли к тому, что нам нужен вот этот вот рекруксивно собирающийся объект, и его нам должны отдавать именно каталоги. Так, а что же теперь касается нефункциональных требований? Ну, мы хотим, чтобы тут все гораздо проще. Мы хотим, чтобы наша ручка отвечала сильно быстрее, чем за 100 миллисекунд. В идеале это должно быть что-то типа 20-40 миллисекунд на 99-м пертентиле. И выдерживать до полутора миллионов запросов в минуту. Ну, просто потому что нам нужно уметь выдерживать топовые нагрузки от сервиса форм, иметь некое пространство для маневра, какой-то запрос прочности и не заэффектить существующие NFR для, собственно, валидатора нашего. Что ж, мы собрали требования, самое время попробовать как-то соответствовать этим требованиям. И тут наступает один из самых интересных этапов. Его можно назвать MVP, можно прорыв в концепт, можно прототип, как угодно. Суть от этого в целом не меняется. Нам нужно вообще доказать самим себе, что наша схема рабочая, что мы можем хотя бы собрать, примерим, такой объектик. И при этом, наверное, любой проект-менеджер скажет, что MVP должен быть максимально дешевым, максимально быстрым. Ну, просто потому что если первые результаты от MVP получатся через полгода, ну, они будут уже далеко не так цены. Особенно если MVP покажет отрицательный результат. Поэтому мы поступаем максимально топорно, максимально в лоб. Мы забываем про существование нефункциональных требований, потому что им достаточно сложно соответствовать. И для начала пытаемся соответствовать только функциональным. Просто в рекурсе и ходим в базу данных. Кажется, и так сойдет. В целом, на самом деле, мы себе доказали, что мы можем собрать объект. Да, криво-косо, но получили примерно то, что нам нужно. Нашли какие-то блокеры, которые не относятся к теме данного рассказа, но при этом собрали все же этот объект. Раз мы научились соответствовать функциональным требованиям, кажется, самое время посмотреть, а что они с функциональными. Вдруг мы прямо сходу попали в точку. Ну, конечно же, мы не попали в точку, иначе не было бы этого рассказа. Просто отвратительный результат. Мы уже падаем на 50 запросов в секунду, и даже на 10 запросов у нас далеко не наши 20-40 миллисекунд. Это довольно плохо, но зато у нас есть некая отправная точка, с которой мы потом будем сравнивать наши дальнейшие шаги. И что, наверное, даже более важно, мы поняли, насколько далеки мы от требуемых нам чисел, поэтому мы смогли как-то оценить объем грядущих работ. На самом деле мы люди ленивые и пытаемся сделать все максимально... Используем минимально какие-то когнитивные усилия. Поэтому, раз у нас есть Postgres, следующие пары спринтов мы потратили на то, чтобы как-то подтюнить наш Postgres и не сильно изменять наш MVP. Мы пообщались с коллегами из ДБА, узнали о существовании такой штуки, как рекурсивные CTE. Мы попробовали как-то там докинуть индексов, что-то немножечко переуложить, поднять ресурсы. В общем, развлекались как могли в течение нескольких спринтов и получили на самом деле результат. Как вы видите на слайде, мы падаем уже не при 50 RPS, а что-то вроде при 150 RPS. И даже тайминги чуть-чуть получше, но вообще не то, что нам нужно, а время мы уже потратили достаточно много. Поэтому на этом этапе мы говорим сами себе, то, что либо нам не подходит классическая реляционная база данных вроде Postgres, либо мы не умеем ее готовить, но задачу надо выполнять, поэтому давайте попробуем посмотреть на другие какие-то решения. На самом деле, в первую очередь, мы сходили к нашим коллегам из поиска на предмет наличия серебряной пули в Sphinx. Почему-то я был полностью уверен, что Sphinx прямо из коробки сделает то, что мне нужно, ну или почти из коробки. Но на самом деле тут нас ждало первое большое разочарование, потому что Sphinx все-таки не был рассчитан на такие кривые задачи, и на самом деле там прям серебряной пули не нашлось. Но мы получили достаточно много советов, куда мы можем дальше посмотреть, как мы можем поперекладывать данные, и пошли дальше думать и учиться правильно, использовать терминологию, чтобы не путать коллег. Из забавного мы, например, посмотрели такую штуку, как Neo4j. Зачем мы ее вообще смотрели? Ну, потому что наша задача в каком-то приближении похожа на обход какого-то графа, а Neo4j — это граф и база данных. Ну, вы понимаете, там просто обязана была родиться магия, но либо в нашей команде нет магов, либо магии в реальной жизни не существует, я уж не знаю. В общем, Neo4j не дал нам наших 20 миллисекунд, во всяком случае, вот при первом подходе. Поэтому мы его отложили. На самом деле, помимо Neo4j, мы еще проресечили несколько, условно, 5-10 более-менее популярных решений. Тот же Elastic, еще что-то мы смотрели. Из полезного на этом этапе мы поэкспериментировали с InMemory-движками. Кажется, там было SQLite и еще какая-то InMemory-база данных. И на самом деле довольно логично, что вот в этот момент мы получили более хорошие результаты, ну, просто потому что все данные, которые нам нужны, хранятся в быстрой памяти, и при этом нам не нужно никуда ходить по сети. В общем, мы себе поставили галочку, что, возможно, InMemory — это наш выбор. Но на этом мы не остановились, и в определенный момент мы поставили в бэклог задачу поресечить другие базы данных. Правда, почти мгновенно ее закрыли, ну, просто потому что оказалось то, что в современном мире баз данных сильно больше, чем условно 5 или 10, а как их быстро отсеивать мы не придумали. В общем, этот этап тоже завершился у нас достаточно печальной неудачей. Мы не нашли серебряную пулю, ну, а раз мы не можем найти, пора ее отлить. Поэтому мы решили напилить свой велосипед. Ну, или если говорить проще, на самом деле, и более правильно, мы решили сперва придумать какой-то алгоритм, который позволил бы нам быстро искать, и лишь потом при необходимости уже найти какие-то сториджи, которые позволят реализовать что-то похожее. Спойлер, на самом деле, сториджи под наше решение есть, но пока что мы живем на продакшене с нашим велосипедом, ну, просто потому что для того, чтобы перейти на сторидж, нужно потратить какое-то время, а предпосылок пока нет. Что ж, на самом деле, выдумываются алгоритмы я особо не умел, да и по мотану условному, я всегда был троечником. Поэтому первое, что пришло в голову, как я и говорил, то, что самое сложное для нас, это было то, что мы не знали последовательность рекурсий. Поэтому забиваем просто на это требование, говорим, а что, если мы все же знаем последовательность, как мы можем поступить в этом случае. И у нас рождается несколько похожих схем, которые я назвал Data Composition Layer. Ну, просто потому что суть этих схем, то, что мы забираем данные из каталогов, мы получаем каким-то образом некий Search Index Config, по большому счету просто вся комбинаторика возможных последовательностей полей, которые реально существуют из инфомоделей, и на самом деле в этот момент задача становится супертравиальна, там строим некую древовидную структуру, по которой мы очень быстро можем итерироваться вниз. Давайте начнем с плюсов. Ну, на самом деле плюс тут то, что задача становится тривиальной, и на самом деле у нас уже есть готовый алгоритм. Именно так поступает наш сервис форм, который получает все данные из инфомодели. Он, собственно, строит некую древовидную структуру и умеет очень быстро по ней итерироваться. Ну, то есть мы уверены, что мы сможем реализовать что-то подобное, и что это будет работать быстро. Что же касается минусов? Тут глобально их две штуки. Первое – это то, что у нас рождаются какие-то процессы, которые мы не очень хотим менеджерить. Ну, например, в какой момент регистрировать новое дерево, когда его удалять, что делать с тестовыми версиями инфомодели. Короче, мы затягиваем нашу инфомодель обратно в версионирование инфомодели, в наше решение, а мы фактически от этого уходили. И второй минус – данный подход никак не приближает к нашему недотерминированному, к нашей недотерминированной последовательности ввода полей, которая пылится в бэклоге. Поэтому решение хорошее, похоже на полумеры, но и мы решаем отложить его как план B и сделать некое волевое усилие и перейти к решению, где мы принципиально бы не знали последовательность ввода полей. Опять же, подсматриваем какие-то существующие подходы в классических реляционных базах данных. Как очень быстро найти строчки в таблице, которые соответствуют точному значению параметра. Ну, все очень просто. Мы строим некий хэш-индекс по параметру, у которого будет в нодах массив указателей на строчке. Как найти список строчек, удовлетворяющих двум параметрам? Строим два хэш-индекса, доставим два множества и пытаемся найти пересечение между этими двумя множествами. Собственно, на этой идее и основывается алгоритм, поэтому он у меня и называется mod syntax action. Осталось только придумать, как очень быстро уметь искать пересечение двух множеств. На самом деле, если погуглить, можно найти три дефолтных подхода. Первый – это nested loop, но это просто цикл со сложностью n квадрат. Не очень похоже на быстрое решение. Второй подход – это, кажется, он называется hash join или hash merge. На самом деле, уже не помню. Он основан на хэш-таблицах и у него сложность что-то в порядке ON, что уже гораздо лучше и гораздо ближе к желаемой нам условной константе. И еще есть третий подход. Его я вообще не помню, честно говоря. Он связан с предварительной сортировкой и, по-моему, называется merge sort. Но мы посчитали, что он нам не подходит и решили остановиться для начала на хэш-мапах. Ну, давайте попробуем порисовать, что вообще, как в наших реалиях, какие структуры данных нам могут помочь. Ну, на самом деле, получилась некая матрешка, у которой на верхнем уровне pv3. По большому счету, это и агрегат, дающий доступ к индексу конкретного каталога, потому что кросс-каталожного поиска у нас нет. Ну, во всяком случае, на данный момент такой задачи не стоит. Каталог pv3 содержит какие-то справочные данные, но из важного он содержит хэш-мапу pvnodes. По большому счету, если мы представим виртуальную табличку, это набор колонок, ну, то есть конкретный параметр. Конкретный параметр тоже, по большому счету, агрегат, который содержит хэш-мапу vnodes. vnodes – это список уникальных значений и параметры. Таким образом, имея id-параметры и id-значения, мы очень быстро можем достать нашу хэш-мапу. Ну, а, ну вот, собственно, в венодах у нас просто хэш-мапы, которые в качестве ключа идишненькой модификации. Давайте попробуем переложить на гошку. Ну, тут немножечко нейминги поменялись, что-то добавилось, что-то удалилось, но кардинально никаких изменений не было. То есть вот он наш pvnode, который является нашим сториджем. У него есть каталог trees – это индекс конкретного каталога. В самих каталогах trees внизу он, можно заметить, pv3. Ну, и еще какие-то вот вспомогательные системные свойства, которых не было на рисунке, но нас они не особо интересуют. Ну, и pvnode – это индекс по столбцу, по большому счету. Это конкретный параметр и конкретное значение. В веноде хранится наш хэш-индекс, просто хэш-мапа. Теперь как будут решаться наши две задачи. Первая задача – это провалидировать комбинацию. Она будет решаться суперпросто. Мы доставим несколько пересечений, вернее, несколько множеств, и находим их пересечения по парам. Ну, с помощью хэш-мапа это очень просто. Мы просто итерируемся по ключам хэш-мапы, и если такой же ключ присутствует во второй хэш-мапе, значит, этот элемент входит в пересечения. С поиском возможных значений для параметра все чуть-чуть сложнее. Для того, чтобы реализовать эту задачу, нам нужно проитерировать по всем уникальным значениям параметра и добавить в результирующий массив только те значения, у которых есть пересечения с отфильтрованной нами на предыдущих этапах рекурсии хэш-мапой. Один плюс в этом – то, что нам не нужно искать итоговое пересечение, мы можем вывалиться, на самом деле, найдя первое попавшееся. Ну, вот есть метод hasintersection. Ну, давайте попробуем нагрузить. И видим, что достаточно клевый результат. Клевый, но абсолютно нам не подходит. Но на самом деле мы уже даже при 150 запросов в секунду не падаем, да и скорость, по большей части, сильно меньше одной секунды. Это здорово, и это, на самом деле, лучший результат, которого мы достигали, а значит, мы проходим к следующей идее, то, что мы можем как-то его дальше подкрутить, как-то дальше оптимизировать, и мы в целом на правильном пути. Проанализировав решение, мы, на самом деле, нашли какие-то ни к чему не приведшие оптимизации, но из интересного в определенный момент приходит осознание, то, что у нас наши V-ноды, они не одинаковые по размеру. Если мы говорим о поиске пересечений, то забавный факт, то, что пересечение, оно полностью всегда содержится в меньшем из двух множеств. А это значит, мы можем добавить очень простой ифчик, и итерироваться не по первой попавшейся хэш-мапе, а по меньшей из двух. Простая оптимизация, наверное, она нам что-то улучшит, но больших надежд не питая, пытаемся нагрузить. Ну, в has-intersection точно такой же ифчик. И мы видим то, что, кажется, мы решили всю нашу задачу. Мы уложились на синтетическую нагрузку в 40 миллисекунд, уже не падаем вообще, кажется, до 600 рпс, и все клево. Единственное, это, конечно, наш верхний потолок нашего идеала и синтетическая нагрузка. Наверняка на продакшене придется что-то где-то покешировать, как-то что-то еще придумать. Но с этими словами я завершил рабочий день с мыслью о том, что завтра на дейлике я вот это все буду рассказывать. К сожалению, в этот день я на самом деле мучился бессонницей и в определенный момент поймал себя на мысли, что пытаюсь визуализировать как-то поиск пересечений. И в моей визуализации это похоже на какой-то решеток, какие-то холмы, впадины, что-то такое. Короче, бред. Но, наверное, учитель информатики очень быстро понял бы, что на самом деле я пытаюсь визуализировать такую штуку, как битовая маска. И тут мы подходим к следующему качественному прорыву в нашей задаче – это битмап индекса. На самом деле штука суперкростая. Представим, что у нас есть какой-то набор жилищных комплексов, в которых есть булевое значение. И тогда задачка из информатики пятого класса – как отфильтровать по нескольким булевым значениям. Ну, мы берем нужные нам колонки и делаем такую операцию, как логическое и, или побитовое умножение, можно называть как угодно. И в тех строчках, где у нас в итоге получится не ноль, там мы, ну, собственно, те же к нам и подходят. Почему я вам вообще рассказываю об этом? Ну, потому что так же, как для нас эта задача из информатики условно пятого класса, так и для современных компьютеров, ну, если мы не берем во внимание квантовые с их кубитами, это супертравиальная, супербазовая задача, которую процессоры просто обязаны делать очень быстро. Собственно, на таких предпосылках мы решили поэкспериментировать. Давайте попробуем, опять же, перерисовать на нашей реалии. У нас не булевое значение, но на самом деле это по большому счету и нам, а значит, мы можем построить ту же самую таблицу, просто разложив список всех наших значений в один большой плоский список. И тогда мы единички ставим по принципу, если в модификации присутствует это значение, значит, ноль, значит, единица, извиняюсь, в противном случае ноль. На самом деле почти то же самое, что было на предыдущем слайде, за исключением того, что в реальности этих табличек, этих колонок у нас там десятки и сотни тысяч. Но ничего страшного, не мы же считаем. И даже более того, если мы попробуем обратно сгруппировать наш плоский список значений по параметрам, то мы увидим то, что мы работаем почти с той же структурой данных, как в случае хэш-индекса. То есть вся наша табличка – это индекс по конкретному каталогу, сгруппированный набор значений – это pv-node. Конкретное значение, конкретная колонка – теперь это является v-node. Но только внутри v-node у нас не какая-то хэш-мапа, а какая-то битовая маска, которая описывает абсолютно весь набор модификаций каталога. То есть выглядит это как-то вот так вот на самом деле. И тут давайте я сделаю… А, как будут работать наши две задачи? Чтобы отфильтровать, провалидировать передаваемую комбинацию, нам нужно просто вытащить несколько битовых маск и перемножить. Если получится не нулевая битовая маска, значит, это наш кандидат. Все окей. Ну и поиск возможных значений на самом деле будет плюс-минус работать точно так же. Как только мы встречаем первое совпадение двух единичек, мы говорим, что значение является возможным. Тут я хочу сделать небольшое лирическое отступление. На слайдах я показываю какие-то массивы бит, но на самом деле в гошке мы не работаем с битами. Мы можем работать, например, с байтами. Ну или как в моем примере с юнт-64. В большом счете юнт-64 – это 64 бита просто. Поэтому каждая циферка тут – это условно-битовое слово, описывающее… Есть первое число от нулевой до 63-й модификации, второе от 64-й до 127-й и так далее. Если вы загуглите словосочетание Bitmap Index, то одна из первых ссылок будет ссылка на статью на Хабре от коллег из Баду, где Марка достаточно детально разбирал, что такое Bitmap Index, оптимизировал его вплоть до Assembler и добивался очень хороших результатов. Из этой статьи на самом деле можно узнать то, что процессор примерно одинаково быстро перемножит биты и юнт-64. Большой разницы там не будет. И даже более того, используя низкоуровневую магию, которая называется векторизация, насколько я понял, можно скормить процессору и больше объема данных. Но Марка использовал в той статье такой нетривиальный инструмент, как GoAssembler, который я, во-первых, не знаю, а во-вторых, не очень хочется тащить его на продакшн, во всяком случае, сразу. Поэтому мы останавливаемся на юнт-64. И тогда как будут выглядеть два наших метода? Интерсекшн выглядит практически точно так же. За исключением того, что мы теперь не ключи добавляем, а результат умножения двух юнт-64. Да и на самом деле Has Intersection выглядит практически то же самое. Как видите, опять изменилось только то, что мы теперь делаем по битовое умножение. И тут я, наверное, в первый и последний раз за весь проект решил воспользоваться гошными бенчмарками. Ну, просто потому что, имея два разных алгоритма, которые делают одно и то же, гораздо удобнее использовать бенчмарки. И, как видите, из слайдов, тут меня ждало следующее крыльпное разочарование, потому что мой клевый алгоритм, основанный на эффективных побитовых операциях, оказался медленнее, чем хэш-индекс простой, обычный. В целом, на самом деле, если подумать, хэш-индекс мы как-то оптимизировали, как-то подгоняли под реалии, и он получился быстрым. А вот наш битмап-индекс, он практически из коробки показал сравнимые числа. А это значит то, что мы можем попробовать пооптимизировать наш битмап-индекс, и, возможно, он даст более хороший результат. Первое, что хочется сделать, это вернуть тот клевый ивчик, который сделал хэш-индекс очень быстрым. Ну, то есть помните этот ивчик, где мы сравнивали длину множества. Но проблема связана с тем, что в случае хэш-мапа у нас там множество модификаций имеют разную длину. А в случае битмапа у нас, by design, в каждой ноде хранится битовая маска, описывающая весь набор модификаций каталога. Ну, то есть они все одинаковые длины. Но можем, на самом деле, вспомнить простое математическое правило из школы, то, что умножение на 0 дает всегда 0, поэтому нам не нужно перемножать нулевые биты заранее. И мне не приходит ничего умнее, как добавить просто еще один массив, филд-индекс, в котором вы храните заполненные индексы. Гениально, мне кажется, массив, который содержит в себе индексы, и массив, который содержит в себе значения. Немножечко похоже на другую структуру, но об этом чуть попозже. Мы возвращаем нашу оптимизацию. Вот он, наш ивчик. Теперь мы итерируемся по филд-индексу. То же самое мы делаем в hasIntersection и пытаемся нагрузить. Видим очень хорошие результаты. Мы теперь идем не по верхней границе, а по нижней. То есть мы уложились в 20 миллисекунд. И даже, на самом деле, гораздо большие нагрузки один под держит. Клево, здорово. Почему вообще так произошло? Просто потому, что если посмотреть на какую-нибудь типичную V-ноду в каком-нибудь словном автокаталоге, она выглядит вот так. То есть она очень сильно разрежена. У нас есть массив UN64 из 1000 элементов, а заполнено из них меньше 10. Ну, собственно, когда мы итерировались по всему, мы всегда проводили там 1000 операций. Теперь мы проводим меньше 10, и это дает очень большой буст. К скорости. Осталось поговорить о том, о чем я не упоминал с самого начала доклада, а именно про память. Что тут? Тут, на самом деле, все несколько более печально, потому что на индексацию 1,5 ГБ каталожных данных мы потратили 6 ГБ оперативной памяти. На самом деле, это уже гораздо более хороший результат, чем в сервисе форм, потому что из-за версионирования сервис форм на аналогичном наборе данных съедал что-то типа 20-25 ГБ памяти. Но все же, глядя вот на этот слайд, кажется, что мы используем память не очень эффективно. Почему? Ну, просто потому что на каждый ноль, который нам вообще не нужен, мы выделяем по 64 БИТ памяти, просто потому что нам важно сохранить последовательность БИТ в массиве. И если посмотреть свежим взглядом, на самом деле, я даже не буду углубляться в алгоритмы сжатия БИТовых масок, просто потому что на тот момент я не знал ни одного. Но вот эти два массивчика похожи на хэшмап, согласитесь? Мы можем в качестве ключа хэшмапа использовать индекс, в качестве значения, собственно говоря, значения, и тогда мы просто не будем хранить нули. Звучит как план, достаточно быстро переделать, осталось только проверить, что мы получили. А получили мы на самом деле очень плохую картину. Мы фактически пришли к тому, с чего начинали. Ну, то есть мы перестали держать нагрузку, у нас опять куда-то в небеса улетели тайминги. Почему так случилось? Ну, на самом деле, если проанализировать, то одно из самых частых действий нашего алгоритма – это взять бит по индексу. И в случае массива мы просто высчитываем какой-то оффсет от начала непрерывного участка памяти и перемещаемся. В случае хэшмапа там нужно вычислить какой-то хэш, найти какой-то бакет. Ну, в общем, все несколько сложнее. Зачем я об этом рассказываю? Ну, хочу просто подсветить то, что важен контекст. 99,9% задач мы бы не заметили разницу по обращению по индексу в массиве или по ключу в хэшмапе. Но конкретно в моем случае подобные изменения убили все. Но делать нечего. На самом деле, все эти изыскания длились почти квартал, а значит, нам уже пора показывать результаты и пытаться как-то проэкспериментировать на реальном продакшн-трафике. Поэтому откатываемся до состояния двух массивов и пытаемся отгрузиться. Но дальше был процесс код-ревью, о котором особо рассказывать нечего, за исключением одного забавного факта. Если к вам проходит умудренный опытом коллега и говорит, что для чистоты кода вам нужно отказаться от использования указателей, то, скорее всего, ваш коллега прав. Но, опять же, важен контекст. Вы можете потратить сутки на рефакторинг и в конце с удивлением осознать, что процесс аллокации памяти, собственно говоря, тоже не бесплатная процедура. Да и пишем мы на гошке, а не на условной сишке, поэтому тут есть такая забавная штука, как garbage collector, который так и норовится ворваться в код вашей программы, выкрикнуть свое stop the word и почистить за вами мусор. Поэтому, собственно говоря, будьте аккуратны, когда используете или не используете указатели. Это было небольшое лирическое отступление. Как я и говорил, мы отгрузились на продакшн с двумя массивами, а значит, мы можем выдохнуть, посмотреть реальные какие-то продакшн-метрики и еще раз подойти к вопросу оптимизации. Тут я сделаю следующее лирическое отступление. Наверняка почти у каждого из вас либо в начале карьеры, либо во время обучения была история, когда вы проектируете табличку в реляционной базе данных, делаете под будущий профиль нагрузки идеальные индексы, наполняете табличку какими-то тестовыми данными, а по-моему эксплейните свои запросы и видите то, что вместо того, чтобы пойти в ваш условный B3, SQL почему-то захотелось сделать full-order скан, full-table скан. Собственно говоря, вы выясняете то, что это связано с тем, что в вашей табличке мало данных. К чему это лирическое отступление? Когда мы выдумываем наше решение, очень хорошая ситуация, когда решения работают одинаково эффективно вне зависимости от контекста. Но на самом деле практика и опыт нам подсказывают то, что максимальной эффективности мы добиваемся, когда комбинируем несколько решений, которые отрабатывают в зависимости от контекста происходящего. Так и в нашем случае. Даже как бы быстро мы не искали пересечения, как бы быстро мы не умели пробежаться по нашему хэш-индексу, если в процессе вот этих вот рекрусивных итераций выясняется то, что мы работаем с одной модификацией, все равно гораздо быстрее достать все данные из этой модификации. Да, даже если она не одна, их, предположим, 10. С этой мыслью мы решили поэкспериментировать и сделать, опять же, очень плохую штуку с точки зрения частоты кода, а именно научить наш код делать одно и то же двумя разными способами. И добавили простой ивчик. Если уникальных значений больше, чем уникальных модификаций, во время одной из итераций нашей рекурсии, то мы начинаем доставать данные просто бегая в цикле по модификациям. Попробовали нагрузить и получили суперхороший результат. Мы не просто теперь пробили вот эту вот нижнюю планку идеала. Мы отвечаем меньше, чем за 10 миллисекунд. И кажется клево, но тут стоит остановиться и вспомнить, то, что мы решаем не олимпиадную задачу, мы не на соревнованиях, а решаем реальный бизнес-кейс, и требования к нему мы сформулировали в самом начале. А это значит, что так как мы по скорости сильно обгоняем требования, значит, мы можем пожертвовать скоростью и попробовать пооптимизировать память. На самом деле все просто. Мы, опять же, не стали вдаваться в какие-то алгоритмы сжатия. Мы просто вернули хешмапу, но теперь уже получили наши требуемые 20 миллисекунд. Собственно, клево, здорово. Давайте я попробую подвести какой-то итог, потому что дальше на самом деле пошел скучный процесс интеграции, о котором особо нечего рассказывать. На реальном продакшн-нагрузке мы получили меньше 30 миллисекунд на 99-м перцентиле, что укладывается в наши требования. Что же касается капасти, как я и говорил, мы примерно в 10 раз уменьшили потребление памяти, потому что в валидаторе в нашем сервисе форм это было 20-25 гигабайт, а на аналогичном наборе данных в каталогах это 2-2,5 гигабайта. На самом деле даже более того, подов каталога нам потребовалось сильно меньше, чем подов в валидатора, поэтому если смотреть оптимистично и как-то перераспределить ресурсы, выходит то, что капасти может не только x10, но даже x20, возможно, x30. Собственно, здорово. Осталось только поговорить о минусах. Наверное, самый большой минус в данной задаче – это неочевидная кодовая база. В нескольких местах мы жертвовали правилами чистого кода, чтобы наше решение отрабатывало быстрее. Вместо условных айдишников у нас какие-то битмапы в виде юнт-64. В общем, как-то продебажить это, понять, почему та или иная модификация попала или не попала в результирующую выборку, будет довольно сложно, особенно если ты не погружен в контекст. На самом деле все еще не очень большой капасти. Как я и говорил, пессимистичный x10, оптимистичный x30, а вот x100, наверное, мы уже не потянем с нашим решением. Но благо у продукта вроде бы на ближайшие годы таких планов настолько сильно разрастить каталоги пока что нет. Ну и, наверное, самый неприятный минус – то, что все наши оптимизации, все наши решения мы тестировали на реальных сэмплах production базы данных, на каких-то профилях нагрузки. И с одной стороны это хорошо, с другой стороны мы убедились, что мы умеем работать с каталогами, которые есть в данный момент. Вполне вероятно, что можно придумать каталог, который полностью сломает нашу историю. Ну, самый такой выкрутый пример – каталог абсолютно всех книг, которые написаны человечеством. У него будет очень много модификаций, у него будет очень много параметров и очень много уникальных значений для каждого из параметров. Скорее всего, такой каталог нам все сломает. Ну, опять же, будем надеяться, если что-то такое произойдет, нас об этом уведомят заранее. Ну и напоследок я поделюсь несколькими ссылками. В первую очередь, это статья, о которой я упоминал про Bitmap Index от коллег из Badoon. Во вторую очередь, если вы в результате моего доклада думаете, что Bitmap Index могут вам помочь, не надо пытаться, как мы, изобрести велосипед. Я бы посоветовал для начала посмотреть на такую штуку, как Raring Bitmaps. На сайте есть имплементации под разные языки программирования и на самом деле список существующих баз данных, которые поддерживают Bitmap Index. Ну и, естественно, пользуясь случаем, порекламируя блок Авида. Регулярно выходят интересные статейки. Заходите, читайте. На этом у меня все. Тут надо было вставить какую-то цитату, я ничего не придумал. И поэтому еще раз повторюсь, что идея, которая сподвигла меня на этот доклад, это то, что веб-программирование – это не перекладывание JSON-чиков из одной базы в другую. На самом деле тут достаточно много интересных и нетривиальных задач. Всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok